В рубрике «Радости жизни» сегодня свежак. Ресторан, который еще даже не открылся, но все готово. Я первая прогулялась по новому заведению. Пусть первым бросит в меня камень тот, кто говорит, что ресторанная сфера в Красноярске загибается. Причем камень желательно вот этот. Он весит три тонны, и вы его точно не поднимете. А расположен он в новом ресторане «Чешуя», который открывается только завтра. Несмотря на это, все места уже забронированы, и я вам сейчас покажу, куда же завтра придут люди, еще даже не видев, что их здесь ожидает. А камень, кстати, привезен с Кольского полуострова, и, видимо, станет центром и сердцем этого ресторана. Пойдемте смотреть. 181 посадочное место уже с учетом всех соблюдаемых здесь мер безопасности. Это довольно большой ресторан, и это здесь чувствуется. Места действительно много. Есть еще второй этаж, который я вам тоже покажу. Вот мы поднялись с Анатолием Валерьевичем на второй этаж. Он очень быстро ходит, мне приходится его догонять. Такие потолки – самый тренд сейчас европейской, американской ресторанной культуры. Создает ощущение движения. При этом это не какой-то хай-тек, от которого хочется спрятаться. Наоборот, очень классно расслабляет. Фишки, в том числе на этом этаже, это то, что здесь есть детская комната. И мы думаем, что здесь будет интересно находиться гостям с детьми, семейным парам, которые пришли и хотят, чтобы неподалеку от них их детишки были. Она в таком эко-стиле, тоже все такое очень натуральное, природное. Это для детей постарше, кто сейчас любит гаджеты. Здесь игровая часть, будет бобиситтер. Самый большой наш ресторан. Это самый долгий наш проект. Это самый дорогостоящий наш проект. Это самый большой наш проект. Это самый технологичный наш с точки зрения именно технологии приготовления. Мы предложили свою историю такую, что наши три бренда и шеф-повар предложили свое видение, как в каждой кухне. Мы отпробовали бесчисленное количество блюд и выбрали на наш взгляд те, которые понравятся и нашим гостям, и которые будут в цене компромиссные. У нас будут и блюда не очень дорогие, потому что рыба в принципе дорогой продукт, но мы нашли такую рыбу, которая стоит приемлемых денег. И, конечно же, будут там блюда из гребешка, из краба, которые на более взыскательного потребителя. Мы будем так говорить, это нравится многим нашим гостям. Это такая вот уютная банкетная комната, абсолютно в домашней такой атмосфере, с камином со своим. Она тоже рассчитана сейчас на 10 человек. Мы говорим о том, что мы не делали дизайнеры, мы делали ресторан уютный. Надеюсь, что у нас это получилось. Здесь вот такая пакетка получилась. Это больше для компаний, которые могут для них здесь что-то готовить шеф-повары. Ну и здесь тоже честный дизайн, бетонный потолок. Теперь мы с Анатолием Валерьевичем идем на кухню. Можно на кухню? Кухня, как часто делается, просто белые плитки, самые дешевые. Подождите, мы спускаемся, уже второй пролет. Как официанты здесь будут ходить с блюдами? Они не ходят, у нас же здесь подъемники. Я сейчас все покажу вам. У нас, как вы видели, холодная кухня находится на первом этаже, а здесь находится заготовительная часть и непосредственно приготовление тепловое. Здесь кухня примерно по размеру такая же, как зал ресторана, который мы с вами видели. Но невероятно огромная. Здесь тоже подизайнерили, в общем, непростую с белыми стенами кухню. А какая сейчас модная посуда? И это модная или это? Это модная, да. Это модная, такие фактуры на посуде. Обратите внимание, вот это, ну, такое все тяжелое. Очень тяжелое. Ребята, топ-3 блюда из будущего меню, которые уже смогут завтра гости попробовать. Первые, которые придут. Ну, я думаю, что это буратто с крабом. Очень такое хорошее блюдо. Второе, наверное, это все-таки... У нас на двоих будет топчик, да? Да, давайте, наверное, на все-таки салат с крабом. Как мы уже поняли, что он тоже будет такой, наверное, в топе. Это из холодных блюд. Ну, и такой салат чешуя, наверное, фирменный салат чешуя. Он необычный, но его нужно будет стоить пробовать. Это салат с чипсами из кожи лосося. Все разделено. На позиции есть разные тартары, севичи. Есть прикольное название. Она была холодна. Это холодные закуски. А, пишут, здесь мог бы быть цезарь, но нет. И вот я еще обожаю детали. Здесь продумано даже то, что написано в меню мелким шрифтом. Не, ничего такого нет из серии, что вы что-то заказываете, продаете душу дьяволу или этому заведению. Но прикольно. Например, написано, что в меню нет фотографий для того, чтобы вы получали свое воображение.